Это Stereo Madness, самый первый уровень в Geometry Dash. Но сегодня я пройду экстремальную версию этого уровня, которая сложнее Bloodbuff'а, и я определённо буду страдать. Это самое сложное, что я когда-либо проходил на своём канале, поэтому надо очень хорошо подготовиться. И из-за этого я принял решение поменять свои иконки. Да, с новыми иконками мне будет намного удобнее играть, и именно поэтому я поменял свой Wave. Была вот такая вот прикольная морковка, но теперь я буду играть вот этой большой круглой волной. На ней реально удобнее. Ну а в качестве корабля у меня был такой котик, но, к сожалению, его придётся поменять на удобного кальмара. В Stereo Extremness очень много сложного корабля, поэтому он нам очень сильно пригодится. Я немного натренил этот уровень, и давайте я вам покажу, насколько сложный он. Итак, я зашёл в практику, и вот у нас первые прыжки, они уже суперсложные. Но, тем не менее, так как я уже натренил, это всё довольно-таки проходимо. Единственное, что мне не нравится вначале, это вот то, что надо делать двойные клики. Вот как здесь, например. И это только в начале уровня так. Так, дальше не будь ни одного момента, где тебе приходится две кнопки сразу нажимать. Ну и пошло-поехало. Тут дальше у нас такие тайминги жёсткие на синих орбах. Но я уже это натренил, опять же, и поэтому, в принципе, могу проходить. Вот это очень жёсткий прыжок так что был. Так, такие два тайминга, тоже неприятненькие. И корабль. На мой взгляд, корабль — это самое сложное, что тут есть в этом уровне. Тут очень много всяких стритфлаев непонятных, блин. Вот здесь супердолгий стритфлай. Вот это противный момент был тоже, когда я его учил. Дальше у нас тут такое мемори. Стритфлай из портального экстрима. Кстати, я не забыл о нём, я его обязательно дострою и пройду. У нас такая интересная монетка на вэве. Тайминки, они намного легче, чем в начале. Ну и дальше робот. Ненавижу этот режим игры здесь. Очень много всяких неприятных моментов. Сейчас я дойду до самой сложной части и покажу вам, собственно, почему я ненавижу в этом уровне робота. Здесь есть такой интересный момент. Вот здесь есть невидимые хитбоксы, вот видите? Это очень странно, я из-за этого очень много раз умирал здесь в практике. В целом, здесь очень много мемори на этом моменте. Вот сейчас, например, вот это. Типа, на первый взгляд, вообще непонятно, как здесь играть. Но если ты всё натренил, то, в принципе, не настолько всё тяжело. Но самое сложное — это вот здесь. Вот эти прыжки на роботе. Это вообще жесть какая-то. Как я прошёл это, да, с первой попытки? Ну да, это был самый сложный момент в уровне. Его и тренировать очень сложно, и проходить, скорее всего, с нуля. Это будет, блин, жёстко. Так, дальше опять мемори, но тут уже ничего сложного. И корабль финальный. Я буду проходить на все монетки, поэтому мы влетаем сюда. И тут у нас такой жёсткий стритфлай. Ещё одна попытка пройти этот стритфлай. Опа, опа. И legendary. Да. Это была всего лишь практика. Ну, я вам просто показал вообще, какая где часть. Сложность этого уровня. На мой взгляд, самая сложная здесь — это вторая половина. Там, где робот и вот этот корабль в конце. Ну, а остальное можно легко натренировать. Первый день начался довольно бодро. Конечно же, я начал делать прогрессы, чтобы натренить уровень. И вот что получилось. Окей, это был самый первый прогресс. Да, он, конечно, маленький, но концовка очень сложная, поэтому мне стоило это показать вам. Очень быстро продвигаюсь, на самом деле. Это сколько было? Это было 58-100 уже. Я всего лишь пару часов где-то тренирую этот левел. Вот это я сильный. Ого. Так, попытка пройти секретный путь. Неожиданная такая пасхалочка. О, вау. Ха-ха. Это был очень жесткий прогресс, я его внезапно поставил. Итак, я думаю, я уже достаточно хорошо натренивал этот экстрим-демон. У меня уже 3,5 тысяч попыток. И мне кажется, самое время начать играть с нуля. Напоминаю, что я буду проходить на 3 монетки, которые... Блин, я первый прыжок сразу не смог осилить. Да, это была первая попытка. Я надеюсь, вторая попытка будет поудачнее. Она, кстати... Я что-то не смог дабл-клик там сделать. Wave. Нифига себе. С третьей попытки я смог 20% собрать. Но, на самом деле, мне помешал шейк в этом уровне. Надо бы его вырубить, блин. Ненавижу, когда трясется экран просто так. Так. Я думал, я дошел до корабля, но, блин, эти тайминги... Они убили меня. Окей, но продвигаюсь я очень хорошо. Если что, я играю всего лишь там 3 минуты, я уже смог поставить такие неплохие прогрессы. Я думаю, я точно смогу дойти до корабля и, скорее всего, даже пройти корабль. Да, этот корабль очень сложный, но при этом все равно проходимый. Я больше боюсь за робота, потому что робот самая неприятная часть для меня оказалась. Так, мы на корабле. Первая попытка на корабле с нуля. Поехали. Я на монетке слился. Ну да, эта монетка, она довольно противная. Потому что вот этот пролетик, он узкий. Да, ну 48%, блин, ну это... Ребят, я хорошо натренировал уровень, получается. Поехали дальше. Самое главное, я прошел корабль с первой попытки. Скорее всего, кальмар зарешал в этом вопросе. Да, мне котик все еще больше нравится, но... Кальмаром эффективнее играть, скажем так. Начало в стереоэкстримнес. Оно очень сложное в плане точности кликов. То есть тут куча таких неприятных таймингов. Вот как, например, эти два прыжка вначале. Я, конечно, уже могу с первой попытки проходить, но они от этого легче не становятся. Что я сделал? О нет, это было очень плохо. Да уж, все не настолько радужно, как я думал. Я уже 90 попыток здесь сижу, и дальше корабля только один раз продвинулся. Все-таки тайминги вначале очень сложные. Так, рекорд. Это довольно легкий момент. А дальше робот. О нет. Ну ладно, 61% это тоже хорошо. Это уже ближе к концовке, чем к началу. Что я... Что я делаю? Господи, что я делаю? О нет. О нет, я знал, что так будет. Я уж думал, все, я сейчас пройду быстренько. Но нет. Так, второй раз корабль. Что? О нет, это был край шик-шипа. Я ни разу на роботе еще не умер, но я умираю на последнем корабле. Зачем я вообще эту монетку беру? Ну что я наделал? К сожалению, сегодня я не справился, я уже устал. Поэтому придется оставить этот демон на второй день. Чтобы именно в этот день у меня получился пройти уровень, я решил опять же начать с прогрессов. Окей, это было неплохо на второй день. 45-100. Но дальше случилось то, чего я вообще не ожидал. Нифига себе. Что? Я все лишь начало хотел на тренинг, а я сделал 12-100. Это очень жестко. Дальше я просто на всякий случай решил пройти три раза подряд последний корабль. Да, я реально это сделал. Окей, я прошел три раза этот корабль в конце. Я надеюсь, что этого хватит, чтобы там не умереть больше с нуля. Мне кажется, я сейчас суперсильный, поэтому я должен сейчас быстренько уже пройти этот левел. А то что, блин, 12-100 поставил и при этом с нуля не пройду. К сожалению, именно с этого момента началась большая очереда неудач. Что? Я так никогда не умирал, блин. Это ж... О нет, это ж... Что это такое? Я же перепрыгнул. Ну, я так и знал, блин. Кстати, знаете, что я заметил? У первого Клапстеп монстра такие острые зубки, и при этом он злой. А у второго Клапстеп монстра разрушенные, можно сказать, зубы, и он грустный, блин, от этого. Я не знаю, почему, но вот именно на пятитысячной попытке я задумывался над этим. Я не знаю, я сейчас монитор сломаю. Ну да, да, я тут вчера не умирал, но я что-то удивлен, что я вчера не умирал, потому что это самая сложная часть вообще в уровне. О нет, ну почти... Я уже пять раз здесь умер, просто на одном и том же месте. Даже после того, как я 12-100 поставил, я не могу два часа уже пройти этот левел с нуля, вы прикиньте? Я не знал, что такое возможно. Да, конечно, этот уровень сложнее блатбафа, причем намного, в разы. Но, господи, все равно я не могу это пройти так быстро, как я хотел. Это уже не смешно даже, я просто не знаю, что происходит в этой игре. Уровень на этом моменте меня реально сломал. Мне стало настолько плохо, что я как будто заболел и пошел спать. Итак, ребят, третий день пошел. Я надеюсь, что в этот раз я справлюсь хотя бы. Хотя бы один раз дойду до последнего корабля и там уже затащу. Кстати, я для себя нашел новую технику. Вначале вместо тайминга можно немножко пораньше зажать, сделать такую распрыжку и получится немного легче, чем если бы ты нажимал прям возле шипов. Я такую же технику показывал, когда поларгейст проходил необычным способом. Вы можете, кстати, посмотреть этот видос. Я не знаю, у меня что дежавю. Я вчера так делал один в один. Я не понимаю, просто постоянно вот именно на этой части я умираю. Причем я там тренировал, все, я там могу проходить сперва попытки, но почему-то с нуля не так. Я два раза подряд делал 55-100. Если это не поможет, я не знаю тогда, что поможет. Но тут проклятие было побеждено, и я начал доходить до финального корабля. А я третий раз умер на монетке, третий. Зачем я его вообще беру, блин? Этот уровень, он просто меня убивает. Ладно, это было близко. Четвертый раз слился. Ладно, зато я хотя бы за час туда два раза дошел, это уже хоть что-то. Мне больно. Мне очень больно. Причем от таких смертей, где я как бы прыгнул как надо, но при этом я все равно коснулся шипа, блин. Пятый раз, 90 плюс проц... Что? Это было самое неудачное прохождение. Но, как вы могли понять, я справился. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ура! Наконец-то! Наконец-то! Я прошел на шестой раз эту монетку! Я прошел! Я прошел серию экстрим! Блин, я не знаю, почему я так сильно рад, наверное, потому что я пять раз умер на последней части, на последней монетке. Теперь я прошел этот уровень, это классно! Я прошел серию экстрим! 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 Продолжение следует...